здравствуйте томск опять сегодня у нас а что в томске в томске все по-прежнему дороги как были раздолбаны так они остаются раздолбанными врачи клиники санте сидят и скорее всего к сожалению будут сидеть там уже есть первый приговор по этому делу правда как нам стало известно софью мазей но все-таки отправили под домашние аресты но отправил его не томский суд а новосибирский суд чем мы думаем очень огорчил следователей многострадальный студенческий кампус так и не начали строить и есть даже подозрение что его не начнут строить алексей вавилов который многие считают в томске настоящим хозяином томской области уехал в германию то ли лечится то ли отдыхает а может быть просто тратит деньги а где еще тратить деньги как не в германии в стране нато в россии ты зарабатываешь как можешь как позволяют а позволяют хорошо зарабатывать и много что позволяют а тратить конечно же в германии в рамках законодательства конечно же я и так давайте обо всем по порядку дороге дороге это целое бедствия вот посмотрите на эти ямы уже прошло то время когда можно было я когда можно было нормально положить асфальт чтобы он несколько хотя бы несколько лет пролежал так как надо проезжать без всяких там ям и колдобин вот идет дождик погода испортилась и практически в воду кладут асфальт как вы думаете что с ним будет весной уже контрактов государственных на миллиард томская область готова потратить миллиард миллиард всех контрактов общая сумма чтобы хоть что-то сделать с этими дорогами вот знаете много чего можно спрятать наверное но вот дороги спрятать тяжело приедет какой нибудь следующий раз мантуров и не дай бог ему захочется поехать не по тому пути по которому его поведут повезут а по-другому немножко посмотреть а что слева а что справа у вас какие дороги и он такой вот увидит это же знаете придется возможно кому-то сесть а кому садится то хочется когда еще деньги не все освоены в общем готовы миллиард заплатить лишь бы только что-то сделать я не знаю за миллиард это сколько часть или все дороги сделают и сейчас вот в этих погодных условиях осень в томске дожди идут по мокрому асфальт класть надолго этого асфальта ли хватит но это вопрос и теорически на него можно не отвечать хотя нет отвечу ненадолго придется весной опять эту проблему решать а может быть в этом весь смысл чтобы проблему из года в год решать ремонтировать осваивать бюджетные деньги осваивать алексей вавилов его команда неприкасаемых это ринат аминов еще там много персонажей в этом только помогут по клинике санте дело врачей уже есть обвинительный приговор это коммерческий директор бывший коммерческий директор клиники санте павел храмов так вот он получил по 159 части 4 один год он признал вину его признали виновным кировский суд томской области по 159 части 4 а там 10 лет до 10 лет лишения свободы он получил один год три месяца это значит он шел на сотрудничество он давал все показания которые могут только которые только от него просили и все равно он сел там фигурируют те самые 26 миллионов якобы украденные хотя вот это есть тот ущерб который возмещен ущерба нет даже самая экспертиза очень сомнительная по 238 доказание услуг несоответствующим правил правилам безопасности однако срок он получил и если с этим делом делу врачей если ничего там глобально не изменится по правилам приюдиции они тоже получат обвинительные сроки только скорее всего сроки там будут не один год и три месяца общего режима а чуть побольше врачи вину свою не признают и правильно делают потому что мне ущерба нету вот эти 26 миллионов которые фигурируют в деле они возвращены они были уплачены клиникой санте обратно страховой компания экспертиза очень сомнительно что у нас происходит с кампусом с многострадальным студенческим кампусом которые уже вот те проекты кампусов студенческих которые одновременно стартовали в москве допустим тоже такой же кампус есть они уже работают они уже студентов принимают там они учатся набираются знаний живут в томске еще и конь не валялся сначала одно место выбрали сейчас другое около кладбища это час добираться от всех корпусов тгушных где учатся студенты час добираться как мы говорили предлагали хорошее место в центре города прям где находятся все учебные корпуса есть исправительная колония вы исправительную колонию туда вот подальше от города уберите а на месте этого этой колонии построите этот кампус места всем хватит и поставьте да что там поставьте студенты сами сделают за свой счет скинуться стипендии и поставит памятник эдуарду глажинскому что он такой проект для них осуществил не где-то там за 60 минут езды рядом с кладбищем а вот здесь прям в центре города выходишь после учебы а кампус вот он стоит и ждет тебя красивый современный так и хочется учиться ума набираться а эдуард глажинский такое ощущение складывается метит на должность министра образования знаете тесно ему стало ректором тгу ну в томске уже больше 10 лет надо двигаться дальше а куда дальше дальше это министерство это москва но вот есть у меня ощущение что если дальше так пойдет с кампусом а в москве то думают что кампус уже строят может быть не так все хорошо с это может эта мечта не осуществится вы знаете мы кстати вот есть хорошие новости мы говорили как-то учебно-лабораторном корпусе который находится который стоит недостроенный на проспекте ленина все-таки построить его выиграла что очень удивительно не компании которая принадлежит алексею вавилову хорошего друга эдуарда голожинского а компания совершенно с вавиловым не связано а это значит что есть надежда что этот корпус будет все-таки достроен я напомню что этот корпус начинала строить компания алексей вавилову но там подорожала подражали стройматериалы и вроде бы как бы не смог он достроить потому что дорого если бы это был бы не алексей вавилов он бы в худшем случае сидел в лучшем случае достраивал бы за свой счет но тут представляете заключили по госконтракту заключили мировое соглашение что ни у кого никаких претензий нету а в результате вот этой замечательной дружбы голожинского эдуарда и алексея вавилова и вот этого мирового соглашения бюджет потерял около где-то 600 ну что такое 700 миллионов рублей то есть сейчас эта стройка будет гораздо дороже чем если построили бы тогда но алексею вавилову все простили заключили мировое соглашение сейчас все это будет стоить дороже кто в результате за это заплатит конечно же мы налогоплательщики да что тут говорить давайте вспомним опять ту самую дорогу окружную многострадальную ее вообще только вот навалили кучу и так вот эта куча и осталась левобережная окружная дорога в томске все строить ее достраивать и скорее всего уже никто не будет все деньги похоронены 2 миллиарда и никаких уголовных дел и никаких вопросов никого вилова алексею не к ренату аминова не у следствия не у прокуратуры нет все хорошо все замечательно ребята работаете дальше едете по заграницам как я уже говорил сейчас вавилов в германии что он там делает да я думаю что бизнес наверно какой-нибудь в германии открывает что тут в россии тоже делать вы знаете если посмотреть на то сколько эти персонажа эта команда неприкасаемых сделала для россии негативного то в принципе мне кажется любой диверсант бы позавидовал им такой нанести урон российской федерации ее экономики и вопрос в чьих интересах они работают уж точно не в интересах россии российской экономики в своих да но может еще в интересах чьих то и алексеева вилова действительно не простые люди не ты мечи а люди которые имеют какой-то вес который понимает кто что стоит в томской области считают таким серым кардиналом настоящим хозяином томской области и томска это допустим николай приколото вот он его как нам рассказали называет прям в открытую что вот от кого все зависит вот с кем по-настоящему нужно советоваться не просто там какую-то писюльку чтобы вам дали а чтобы действительно человек сказал да это мы делаем это мы не делаем это хорошо это плохо вот он прав он виноват вот до такой степени представляете доходит а николай приколото это заместитель начальника налоговой полиции потомской области интересная тема сейчас в сми появилась что оказывается николаю приколоть и дали поручение разобраться с вячеславом арутюновым вячеслав арутюнов занимается тем что его компания у него их много поставляют занимается госконтрактами и поставляет медицинское оборудование у него еще есть лаборатории там всякие исследования проводят и вот этот бизнес имеет признаки дробления то есть уход от налогов и вот год назад как пишут сми дали мы такое поручение и до сих пор нормально вячеслав арутюнов работает компаниями работают все эти компании которые связаны с арутюновым медэлектротехника техномет медгород на общем вот все такие медстрой город все они спокойно работают зарабатывают деньги и по всем признакам скорее всего уходят от налогов какой интерес в этом не исполнение вот этих поручений у николая приколоть я не знаю можно только догадываться но в принципе на это должны по идее ответить другие органы мы только задаем вопросы а вот отвечает на эти вопросы должны конечно же следственные органы прокуратура было 420 лет городу томск все было замечательно картинка офигительная все замечательно все красиво все прям так и хочется в томске жить в томской области но когда вы приезжаете увидеть дороги а если вы там еще поживете вы много что увидите а уж как работает там следственный комитет прокуратура определенные люди не буду про всех говорить определенные конкретные люди то мы столько об этом уже рассказывали и и будем еще рассказывать когда все таки вот вместо картинки будут настоящие дела будем ждать и я надеюсь что скоро все-таки действительно будут сажать не тех не каких-то стрелочников а те кто действительно виноват в том что сейчас такая вот ситуация в томске и томской области до свидания